Следующий у вас лидера. Это серебряный лидер организации. Людмила Диомина. Просим. Пусть небольшая будет такая. Так, да, у меня тоже будут слайды. Где-то там были. Ну, на самом деле, мне иногда слайды мешают работать, потому что, как вот Александра сказала, кстати, давайте поблагодарим, потому что каждый раз мы с Александром поднимаешься на новые подвиги, на новые свершения, и приезжаешь к себе в регионы таким вот прям жиреньким, бодреньким. Спасибо, Саша, тебе большое. Да. Друзья, был недавно обеденный перерыв. Удалось всем как-то так немножко перевести дух, так что-то подкрепиться, в себя закинуть, как настроение. Есть те, кто не спит? Поднимите, кто еще так в состоянии поактивничать немножко, да. Ну, во-первых, традиционно, я думаю, что вам уже сегодня предыдущие спикеры, ораторы говорили, не знаю, насколько вы сейчас это понимаете, но вы безмерно благодарны, должны быть себе, что вы сегодня здесь. Кто понимает, почему? Есть разные причины, на самом деле одна из них то, что несмотря ни на что, несмотря на то, что пришлось приехать из другого региона, как вот я приехала сейчас из Ярославля, несмотря на то, что выходные, замечательные дни, зима вот-вот уже закончится, да, и успеть там на лыжах покататься и так далее, вы здесь. Вместе с тем, есть еще одна очень важная причина, именно благодаря тому, что вы сегодня находитесь в этом зале, вы даете себе сейчас шанс, ну, при условии, что вы будете на практике использовать то, что вы сегодня услышали, да, в следующий раз вы не только будете уже в другом зале, и не обязательно, кстати, 11%, может, вы перепрыгнете и сразу на 14%, потому что я сейчас была во всех залах, вы знаете, я сидела, я столько там вижу для себя, нашла интересных, практических, именно, потому что теоретиков у нас много, книг вот сколько написали, да, вот разных, а именно практика нужна. Вот я как бизнес-третер, я могу сказать, что очень важно практическое, да, насколько люди вас обучают, те, которые сами через это прошли, на свои грабли наступили, там, шишек наполучали, да, и они сейчас вот, ну, прям выжимку этого опыта дают нам с вами, вот. И в следующий раз уже, получается, вы будете находиться в других залах, да, уже в тренинг-группе, а здесь кто будет сидеть? Представляете, как это круто, это осознать, вот это видение, это картинка. За что нам здесь компания ЛР платит деньги? За что? За то, что мы помогаем другим людям изменить качество жизни, как? Получить мечту, да, своей жизни, начать зарабатывать деньги. Есть книга очень хорошая, кто знает автора Киосаки? Вот благодаря этой книге я здесь, потому что я была жестким противником такого ругательного слова, как сетевой маркетинг, однажды, раньше. У нас было того, были причины. Но когда я изучила труды Киосаки, а еще есть, вот у него книга первая, которая на меня повлияла, это школа бизнеса, или книга для тех, кто любит помогать людям, а вторая книга «Бизнес 21 века». Вот, и я, честно говоря, это уже немного о себе, без слайдов скажу, я с некоторых пор поняла, что нельзя позволять жить себе чужим мнением. Никакая соседка баба Маня твоих детей не прокормит. Никакой сосед дядя Петя, который тебя отговаривает, тебя на пенсии содержать не будет. И поэтому я кому доверяла? Я доверяю и сейчас проверяю, да, то есть это экспертное мнение специалистов, это экспертное мнение тех людей, кто действительно преуспел в жизни, да, и опыт мой показал, что я в правильном направлении двигалась. Итак, первый слайд, чтобы уже ближе к делу. Тема у нас очень важна на самом деле, как, впрочем, и другие темы. Где моя тема? О, моя тема. Честно скажу, я очень обрадовалась, когда мне доверили поделиться с вами некоторым опытом именно по этой теме. Ну, все читать умеют, да, и действительно список контактов это наш с вами золотой актив. Я бы сказала, не только в бизнесе СЛР, друзья. Вот сейчас я вам скажу, кто-то это знает, ничего страшного, еще раз повторим. По жизни я знаю примеры людей, которые, несмотря, ну, где бы они, в каких бы проектах не развивались, работали по найму, свои бизнесы традиционные развивали, как я, например, да, то есть вот я вам расскажу сегодня немножко кратенько себе. Вот. Они постоянно, с кем бы они ни знакомились, они пополняют свои тетради списков контактов. У них есть там, например, целый список парикмахеров, целый список визажистов, целый список там, кто одежду шьет. И они потом, они полезны другим людям, потому что они могут порекомендовать кого-то. Те, в свою очередь, знают благодарность и готовы их порекомендовать. И я знаю, например, женщину, которая пришла развивать, ну, работать в компании, которая тоже развивается именно через сетевой бизнес. И у нее, мне, говорит, жизни не хватит переработать эти списки, потому что я за всю жизнь столько контактов насобирала, и они все настолько ко мне лояльны, потому что я их всегда рекомендовала, и мы с ними уже сдружились со многими. Что у меня, говорит, нет проблемы, где брать людей. Ну, я-то забегаю вперед. Следующий слайд. Ну, будет, наверное, честно, да, и правильно немножко познакомиться, потому что практически ни с кем мы не знакомы лично. Так, вижу, знакомые некоторые лица. Кто я такая, кто такая Людмила Демина, почему она здесь сегодня, собственно говоря, находится. Но, как я всегда говорю, я прежде всего мама троих замечательных детей, заботливая жена-супруга. Вместе с тем, чем бы я на протяжении жизни не занималась, моя основная ценность – это создать качественную жизнь для своих детей, для своей семьи. И все это, собственно говоря, и являлось причиной того, что я находилась постоянно в неком поиске, да. Первое мое основное образование – преподаватель иностранных языков. И уже в институте поступала, в институт закончила университет, как-то хитро в нашей стране так бывает. Я уже на старших курсах поняла, что гордое имя – учитель в нашей стране. Это, конечно, здорово. Я пришла по призванию на самом деле. До сих пор люблю преподавать, люблю делиться опытом. Вместе с тем уже в университете пришлось искать способы работы на себя, потому что родители жили в другом городе, бюджетники. И возможности родителей. Мама, папа не стало, когда мне было пять лет трагическое, ушел из жизни. И поэтому, собственно, тогда уже я осознала нашу российскую действительность. И мой начался путь, собственно говоря, уже с тех лет. Некие азы предпринимательской деятельности, работы на себя я уже тогда стала осознавать, на практике отрабатывать. И уже, наверное, тогда мы с будущим моим мужем на старших курсах университета услышали впервые, что есть такая система, как развитие сетевого бизнеса. Но на тот момент для нас это было что-то такое страшное, что-то какие-то банки, кому-то что-то надо втюхивать, впаривать. Причем самому тебе не обязательно, главное, чтобы купить побольше. И тогда это так нам преподнесли. Но вместе с тем нам еще и преподнесли определенную литературу. Мы стали это читать, изучать. И из литературы мы стали постепенно вытягивать вещами ценность вот этой индустрии. Но хотя это был первый такой опыт, и мы постепенно от него ушли. Был определенный опыт развития нескольких видов бизнеса. Сейчас я об этом тоже говорить не буду. Гордое имя предприниматель. Кто такой предприниматель? Это человек, который предпринимает попытки выжить в нашей стране. То есть вот мы с мужем оба предприниматели, у нас там дети один за другим, ну, в смысле не сразу, но так, периодически появлялись. И нам надо было как-то разруливать бизнесы, где-то искать деньги, где-то находить время для детей. Бабушки у нас далеко, квартиры свои нет, машины тем более на съемных квартирах. Вот такое вот все. Очень весело в общем. Поэтому, когда мне сейчас говорят, приходят девчонки, у которых там ребеночек, и с двух сторон бабушки, дедушки, и квартира своя, они мне начинают говорить о том, что у них нет времени, возможностей и так далее. Я говорю, тебе слишком хорошо живется, дорогая. Тебе не зачем ничего шевелиться. Да, но это я не говорю, что обязательно надо вот в таких условиях находиться, как у меня. Нет, не надо. Да, соответственно, вот опыт предпринимательства. Мы наигрались в предприниматели и приняли предложение, пошли работать в качестве работников по найму. То есть выросли от обычных стажеров, консультантов до директора страховой компании, то есть бизнес-тренер, менеджер, то есть все были вот эти этапы пройдены. Но опять утнулись в некий потолок. То есть развиваешь чужой бизнес, детей не видишь, постоянно тебе руководство говорит о том, что ты мало делаешь и много получаешь, надо бы тебе этот план куда-то понизить. Ну, в общем, весело, как всегда, все было. Это я к чему вам сейчас говорю, что мы постоянно с мужем находились в каком-то поиске. Мы смотрели, чем люди занимаются, которые хорошо живут, как у них там дети, где обучаются, во что одеты и так далее. Мы понимали, что есть что-то такое, благодаря чему можно изменить жизнь дальше, к лучшему. Ну и, собственно говоря, 6 лет назад, кто еще тот найдет, судьба в виде Генриха Эрдмана преподнесла нам такой подарок. Партнерство с компанией ЛЭР. Вот на этих фотографиях только маленькая часть того, как мы живем последние 6 лет. Причем этот стиль жизни мы организовали с нашей командой, с нашими ребятами при поддержке Генриха Эрдмана, да, других ребят. Ближайшие там 2 года. Я могу еще вот акцентировать внимание на то, что у нас была основная работа. Мы занимались развитием нового направления для себя, причем мы не знали, как это у нас пойдет. Мы выделяли час в день, у нас больше не было времени. Это был либо обеденный перерыв, либо после работы. Потом мы меня уволили, потому что у нас была мечта, чтобы мама с детьми и мужа встречала с готовым ужином дома, да. Вот, и плюс я, чтобы я могла там и в тренажерные залы ходить, и с детьми там в бассейне и так далее. Вот, муж продолжал еще работать. Вместе с тем, вот такой стиль жизни, перечислять все не буду, да, вот, сейчас у нас тема немножко другая. Вот, тем не менее, мы получили даже то, о чем, честно говоря, и не мечтали. Вот, поэтому я понимаю, что мы благодарны, я благодарна себе, что, вот, знаете, не прислушалась мнению других, а решили разобраться. Ага, следующий слайд. Ну, и, собственно говоря, то, чего я здесь сейчас стою и какую тему мы с вами сейчас проработаем. Давайте только сначала немножко познакомимся, просто мне надо понимать, какая сейчас у меня аудитория находится, да. Подскажите, пожалуйста, поднимите руки, кто сотрудничает с компанией ЛР меньше трех месяцев. Есть такие? Спасибо большое. А теперь, пожалуйста, еще один, ну, все, я больше не буду мучить. Поднимите, пожалуйста, руки, кто в компании ЛР больше, чем полгода. Больше. Спасибо огромное. На самом деле, вот, самая ценность вот наших с вами встреч вот таких, да, это когда не я вышла такая умная, красивая, там, богатая, да, и чего-то вам пытаюсь вот оттуда, да, вот, учить вас, да, потому что вы вот здесь сидите, я понимаю, что вы меня можете многому чему научить. И я буду рада, если когда в будущем мы с вами с кем-то сможем опытом даже поделиться. Я знаю, здесь ребят даже, вот Алексей сидит, я знаю, что я теперь уже у него могу много учиться, девочки красавицы сидят, вот, я знаю, что у них можно там как в интернете работать, там, инстаграмы развивать и так далее. Это здорово на самом деле, мы здесь для этого вместе и находимся. Итак, как вы видите на слайде, ключевой навык. Ключевой навык – это умение работать со списком контактов. Почему это ключевой навык? Как вы считаете? Кто смелый, кто готов высказываться? Да. Мне кажется, во всяком случае для меня так было, когда я начал работать со своим списком контактов, мне было страшно предлагать людям бизнес, и это первая вот именно прокачка страха в первую очередь. Потом очень грамотно мой спонсор Антон Головатенко мне эту вещь объяснил, что люди, которые вокруг тебя знают тебя, может быть, сразу они не воспримут своё предложение, но потом, наблюдая за твоими успехами, за твоим стилем жизни, они, возможно, в будущем обратятся. У меня из моих знакомых никто не подключился, и мы стали работать по холодным контактам. Но ещё не вечер? Да, ну да. Они всё равно продолжают наблюдать. Отлично. Так вот, смотрите, какой момент. Одна из причин, очень серьёзная, почему люди приходят в бизнес ЛР и надолго не задерживаются, это то, что они не умеют работать и пополнять список контактов. Один из основных вопросов, которые мне часто задавали и задают, где брать людей? У кого есть такой вопрос к себе? Где мне взять людей? Вот честно. Спасибо за честность, потому что я скажу сама по себе. На каком бы этапе, скажем так, развития я ни была, я сейчас не только про ЛР говорю и до ЛР, да, у меня всегда возникал этот вопрос. И это хорошо, что он возникает. Почему? Потому что ты начинаешь включать мозг, потому что ты начинаешь обучаться у других, и это не даёт тебе засохнуть. Соответственно, вопрос, если те, кто не поднял сейчас руки, у вас нет этого вопроса, и вы знаете, как это делать. Почему вы сейчас здесь, и вы больше, чем полгода в ЛР, а не в 11% и не в 14%? В чём-то, значит, тоже есть, да? Да, есть. Вот, например, в этом зале есть один из партнёров нашей команды. Замечательный молодой человек, я ему безмерно благодарна, он терпит мои вот такие иногда учительские эти. Да, это я сейчас тут такая белая, пушистая. Ну, это такой юмор. Вот. И он умеет замечательно работать, нарабатывать списки контактов. У него есть другой вопрос, другой мы сегодня тоже его будем разбирать. Как запустить новичка уже, вовлечь в бизнес, да? Возможно, это тоже вот кому-то из вас важно будет. То есть мы сегодня это тоже проработаем, ну, через одну тему. Итак, а с каким, кстати, списком кто из вас стартовал? У кого сколько в списке примерно было человек? Вот у кого было 20 человек? Так, а у кого было 50? А у кого больше 100 было? Вау! Классно. Но на самом деле, даже если мы возьмём 100 человек, то получается, что... За сколько времени можно обзвонить 100 человек? За 2 дня можно обзвонить. Можно? А что дальше? Да? И ещё момент какой. У кого меньше 100, допустим, кто вот там в руки поднял, вот там 20 человек, там, да, 30. Смотрите момент какой. Всегда есть страх, что сейчас эти люди закончатся. И мы начинаем к ним как бы от них зависеть. И мы начинаем сидеть и думать, а как бы вот так сказать, чтобы он согласился прийти навстречу? Вот у меня был раньше такой момент. Пока я не поняла, что я, получается, ставлю себя в зависимости от каких-то там непонятных людей. Конечно, список знакомых, например, он закончился. Мы можем пойти там, не знаю, холодные контакты делать в соцсети. Это всё здорово, методы есть, да? Мы тоже сейчас про них проговорим. Но гораздо проще, гораздо проще с самого начала грамотно научиться работать с этим списком. И вот я, например, список контактов, да, и мы с партнёрами, мы делим на три части. Мы, во-первых, пишем всех подряд туда людей. Неважно, надо ему, не надо, хорошо он живёт, нехорошо. Записали. И потом со своим наставником, ну вот я с партнёрами, мы просто этот список делим на три части. Кто-то в этом списке у нас будет, знаете, в хорошем смысле слова, как помощник нас послушает, как у нас это получается, да, как мы научились проводить встречи. Кто-то из них будет рекомендовать, и мы обратимся к ним за помощью, посоветуй мне, да, кто из твоих знакомых, вот кому бы это могло быть интересно. Кому-то мы обратимся, например, как к людям, кому продукция компании может быть интересна, да. То есть заранее ведь ни у кого на лбу не написано. Интересно ему, неинтересно, надо, не надо, как он будет, да, развиваться. Итак. Всё? Давайте следующий слайд. У меня две минуты было задержку. Давай быстренько пролистаем слайды. Не хочет, да? Да, да, да. Итак, я не буду сейчас тут ничего комментировать, да, просто эта информация вот сегодня, было бы называется желание, да, можете сфотографировать, с чего начать создание списка контактов. Даже если у вас уже есть списки, просто заново их открываем, смотрим, и за списками надо постоянно работать. Ага, следующий слайд. Правила создания списка контактов. Уверена, что большинство из вас знают, тем не менее, да, мы все решаем, ну не все, но часто решаем за других, не надо это решать, ничего не случится, если вы запишите этого человека в список, потом разберётесь, что с ним делать. Нет телефона, ничего страшного, найдётся телефон. Боитесь, что откажет, ничего страшного, от вам не будет, потому что вы внесёте этого человека в список. Угу, значит. Да, ну и как создать постоянный поток кандидатов. Сегодня тоже очень много видео записано, ресурсов много, где можно это всё получить, изучить. Да, и один из моих таких любимых, наверное, способов, даже не моих любимых, а я понимаю, что благодаря этому способу никогда не придётся идти на холодные контакты. Хотя холодные контакты, если грамотно, в принципе, тоже прикольно использовать. Да, рекомендации. Вот тоже сфотографируйте, пожалуйста. Рекомендации можно брать у всех. Даже там кто-то негативит, кто-то можно найти способ, как у них взять рекомендации. Угу. Всё. Спасибо большое.